Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Армен Саркисян отозвал посла. Причины на фоне пандемии. Указом президента Армении Армена Саркисяна по предложению премьер-министра Николы Пашиняна была отозвана посол в Италии и Мальти Виктория Багдасарян. Чем обусловлено такое решение в условиях мировой пандемии коронавируса? Является ли коронавирус причиной отзыва посла? Италия стала второй после Китая страной, где коронавирус дал, так сказать, политические метастазы. После того, как в Италии, которая не была удовлетворена помощью ЕС, стали говорить о единстве Евросоюза, президент Франции с досадой заметил, что Италия больше реагирует на помощь России и Китая, чем стран ЕС. В Италии спустили бактериологический десант Китай, Россия и США, превратив эту страну в пострадавшую от коронавируса, в настоящий полигон геополитического дележа. Вряд ли правительство Армении ожидало в этой ситуации прорывов от своего посла. При этом Италия стала фактически первоисточником коронавируса в Армении. Во всяком случае, именно из Италии приехала известная мадам из Ичмедзина, из-за которой в городе было введено чрезвычайное положение, а сотрудники текстильного цеха заразились от командированного туда итальянского специалиста. Сыграла ли в этом какую-то роль посол Италии, если она не смогла сыграть подобающую роль, не предоставив всю информацию правительству, что помогло бы вовремя прекратить полеты в Италию, сложно сказать. Кстати, в марте, когда армянский премьер самоизолировался с семьей Насивани, предположительно из-за коронавируса был отозван и посол Армении в Бразилии Ашот Галаян. Супруга премьера за несколько дней до этого побывала в Бразилии, где встречалась с первой леди. Потом стало известно, что в администрации бразильского президента был больной коронавирусом. Есть ли другие, помимо коронавируса, причины отставки двух послов Армении? Почему не удается достичь урегулирования Карабахского конфликта на переговорах? Процесс переговоров вокруг Карабахского конфликта начался еще в ходе войны 92-94 годов. Минская группа ОБСЕ была образована в 92-93 годах, а ныне действующий формат переговоров сложился в 1997 году. С тех пор Нагорный Карабах не участвует в переговорах. Насколько мне известно, Нагорный Карабах в переговорах по урегулированию конфликта вообще никогда не участвовал, все официальные документы и встречи, в которых участвовали представители Степанакерта, касались технических вопросов, порой очень важных, но не содержательных тем. Баку отказывался вести переговоры со Степанакертом и сумел перевести переговорный процесс в русло территориального спора Баку-Еревана, где переговоры вели лидеры Азербайджана и Армении. Это, безусловно, дипломатическая победа Азербайджана, задавшая фон нынешнему процессу. Если бы все было так, как говорит армянская сторона, то конфликт имел внутреннюю для Азербайджанской СССР природу в виде движения за самоопределение карабахских армян и в то же время являлся последствием распада СССР, в рамках которого Нагорный Карабах самоопределился, максимально соблюдая процедуру выхода из Союза. Азербайджанская же сторона представляет ситуацию следующим образом. Конфликт территориальный, и он имел место между бывшими союзными республиками, одна из которых Армения захотела присоединить к себе территорию другой, Азербайджана. В парадигме конфликта, представленной Азербайджаном, Армения является нарушителем международного права, а решение конфликта должно произойти путем возвращения к ситуации 1988 года. В армянской парадигме противостояние имеет место не вокруг материальной проблемы, земля, вода и прочее, как об этом говорят в Азербайджане, а по моральным причинам, то есть движения к свободе народа. Таким образом, нарративы конфликта противостоят друг другу незеркально, они основаны на разных парадигмах и разном понимании проблемы. Кому выгоднее нынешний формат переговоров? Как представляется, формальные переговоры идут в формате, который куда более удобен Азербайджану. Во-первых, Азербайджан задал исходную точку разночтений в трактовке конфликта и путем его урегулирования. Даже Бишкекский протокол Азербайджан подписал с оговорками, чего бы Армении не позволили. Во-вторых, Азербайджан сумел добиться удобного для себя круга участников переговоров. То есть переговоры с Ереваном, а нести со Степанакертом. В-третьих, Азербайджан сумел навязать удобную для себя терминологию конфликта. На английском очень часто используется формулировка «conflict over Нагорный Карабах» – «конфликт за Нагорный Карабах», имплицитно указывающий на территорию как предмет войны и статус НК, как объект войны, а не как ее субъекта. Карабахский конфликт – нейтральная формулировка, не ограничивающая конфликт Нагорным Карабахом, а также не определяющая статуса самого Карабаха. Кроме того, Азербайджан переименовал важнейшие населенные пункты региона сразу же, поэтому до сих пор название «Ханкинди» применительно к Степанакерку довольно распространено, хотя под этим названием Степанакерт в статусе города не прожил ни дня. В-четвертых, Азербайджан, несмотря на фактическое военное выражение в 1994 году, сумел к настоящему моменту навязать формат, в рамках которого он выступает как потенциальный агрессор, находящийся в своем праве, которому поэтому никто не осуждает, а в качестве предотвращения войны предполагается его умиротворение территориальными уступками. Однако в чем причина этого? Не стоит считать, что это заслуга мудрой азербайджанской дипломатии. Несколько объективных и субъективных факторов сыграли в пользу Азербайджана, хотя эти факты имели преимущественно внешний характер. Во-первых, признанные государства склонны бороться с сепаратизмом и с эссессионистскими движениями на своей территории и за редким исключением не одобряют такие действия в других странах, поскольку это может быть прецедентом и для потенциальных сепаратистов на их территории. А в ООН, ОБСЕ и прочих международных организациях представлены именно признанные государства. Во-вторых, в 1991-1992 годах на Западе было принято решение о признании границ союзных республик в качестве границ новых независимых государств. Это решение не правовое, а политическое, поскольку правовой формат урегулирования вопроса суверенитета, границ и порядка выхода республик из СССР определялся соответствующим законом. В этих, если Армения должна была лавировать и достигать баланса в отношении с Азербайджаном как в Москве, так и в Тегеране, Вашингтоне, Брюсселе и во всех прочих столицах, то Азербайджан имел и имеет безусловную поддержку со стороны крупного регионального игрока Турции, и этот фактор всегда учитывался международным сообществом. В-четвертых, если в Армении был разнобой мнений и даже до сих пор нет консолидированной позиции о целях, задачах и методах их достижения в отношении Карабахского конфликта, то в Азербайджане центральная власть и централизованный националистический нарратив, построенный властью, играл системообразующую роль, в том числе в вопросе постановки задач по урегулированию. Это играло и отрицательную роль в виде меньшей вовлеченности населения в конфликт, но на дипломатическом уровне оказался более эффективным. Однако за последние годы далеко не во всем контекст конфликта оказался удобным Азербайджану. Развитие государственности Нагорного Карабаха не дает возможности игнорировать факт существования политического игрока в виде Степанакерта. Поэтому как Ереван, так и посредники отмечают необходимость участия в процессе окончательного урегулирования властей НКР. Это означает, что де-факто Степанакерт имеет право в это по поводу урегулирования и по меньшей мере косвенно участвует в урегулировании конфликта. Кроме того, развитие связей между Арменией и НКР привело к тому, что вне зависимости от того, какая власть в Ереване, вероятность неучастия Еревана и решения конфликта по сценарию сербской крайны – нулевая. Терминология, используемая Азербайджаном, наталкивается на ответную терминологию, используемую Арменией и Карабахом, которая также постепенно получает распространение. Нагорно-Карабахская республика переименована в Республику Арцах, переименованы населенные пункты, ведутся раскопки археологических памятников, а время в этом отношении играет совершенно не в пользу Азербайджана. Наконец, агрессивный подход Азербайджана к переговорам не нашел достаточного понимания у армянской стороны. Во-первых, в Ереване не очень боятся азербайджанской агрессии. Во-вторых, предпринимается усилие по сохранности, статус-кво и сдерживанию Азербайджана. В-третьих, до посредников доведена информация о необходимости принятия мер по предотвращению инцидентов, и в 2016-2017 годах ряд подобных соглашений был достигнут – встречи в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве. Ныне эти соглашения не действуют, но они не исчезли без следа, и, как мне кажется, рано или поздно официальный Ереван вернется к ним и попытается их актуализировать в том или ином виде. В связи с вышесказанным можно заключить, что азербайджанские усилия по выведению ситуации из статус-кво и, соответственно, достижению одностороннего решения с определенным опозданием балансировались с Ереваном и Степанакертом. В результате процесс переговоров пришел к некоторой точке, из которой его сдвинуть крайне сложно, а фактически зашел в тупик. Для выведения его из этого состояния, одна из сторон надо добиться решительного перевеса, но Азербайджан пока не подошел к созданию у себя таковых возможностей. Бархатная революция в Ереване и переговорный процесс. Как уже было сказано, переговорный процесс зашел в тупик. Это стало очевидно где-то в 2014 году, хотя последняя серьезная попытка урегулировать конфликт была предпринята в 2011 году в Казани, после чего все больше посредники концентрировались вокруг проблемы контроля конфликта и минимизации насилия, а не содержательного урегулирования конфликта. После апреля 2016 года была попытка произвести определенную встряску в переговорном процессе, но это окончилось безрезультатно. После бархатной революции в Армении посредниками и Азербайджаном вновь была предпринята такая же попытка, но реализация этого сценария стремится к минимуму, ввиду отсутствия содержательных изменений в позициях сторон. Тем не менее, попробуем рассмотреть ситуацию в деталях. В международном сообществе во второй половине 2018 года возникли определенные надежды относительно возможности урегулирования конфликта и возобновления переговоров на этом этапе. Встреча лидеров Душанбе, а также уменьшение числа инцидентов в конце 2018 года подкрепило эти ожидания. Однако серьезных изменений в общественном мнении конфликтующих сторон так и не произошло. Также не произошло серьезных изменений военного баланса, а это означает, что нет основы для долгосрочного урегулирования конфликта. Ожидания посредников были основаны на том, что Пашинян имеет очень высокую легитимность, и поэтому, в отличие от Сержа Сарксяна, рейтинг одобрения которого был низким, он может предложить компромисс на решение народу и реализовать его. Эти ожидания, однако, не имеют под собой прочных оснований. Во-первых, для урегулирования необходимо в первую очередь изменение позиции Азербайджана, не предлагающего вовсе никакого компромисса. А во-вторых, рейтинг Пашиняна все-таки ниже, чем консолидация общества по вопросу Карабаха. На практике есть еще несколько обстоятельств. С одной стороны, обе стороны заинтересованы в переговорах с международным посредничеством, поскольку не в состоянии достичь желаемого результата силой. С другой стороны, новая власть в Армении решила не пересматривать фундаментальных основ внешней политики страны, хотя на данный момент даже косметические изменения незаметны. Складывается парадоксальная ситуация. Обе стороны хотят переговоров, переговоры идут, а результаты нулевые. Почему происходит так? Рассмотрим конфликт с точки зрения переговорной теории. Теория переговоров и Карабахский конфликт В теории переговоров есть такое понятие, как «наилучшая альтернатива решению», основанному на переговорах, которое подразумевает ответ на вопрос, что каждая сторона способна сделать, если соглашение не будет достигнуто. Для азербайджанского Батна – война, о чем регулярно заявляют военно-политическое руководство этой страны, а для Армении Батна – сохранение статус-кво. Советуем ознакомиться со статьей бывшего МИД Армении Вардана Асканяна на эту тему. Другим понятием из теории переговоров является программа минимум – Reservation Value. Это та точка, которая отражает минимально допустимую для стороны позицию, после которой она фактически прекратит вести переговоры. Между Reservation Values обоих сторон находится зона возможного соглашения – Zone of Possible Agreement – ЗОПА, которая определяет наложение допустимых с обоих сторон компромиссов. Формально зона возможного соглашения соответствует мадридским принципам, которые были согласованы к 2007 году в рамках Минской группы ОБСЕ и которые формально приняли обе стороны, подтвержденные совместным заявлением сопредседателей МГОБСЕ в 2009 году и казанским документом от 2011 года. Стоит помнить также о Майндфоровской декларации 2008 года, которая стала результатом активизации переговорных усилий Медведева, но так и не привела к сколько-либо серьезным продвижкам в переговорах. В то время как некоторым сопредседателям казалось, что вся существующая проблема в урегулировании заключается в технических деталях реализации проекта, в действительности проблема глубже. Тупик в переговорах возник из-за практического отсутствия возможности совместить позиции сторон. Зона возможного соглашения была практически нулевой, и уже на это накладывалось отсутствие доверия между сторонами. Кроме того, азербайджанские власти считали, что гонка вооружений разорит Армению и в среднесрочной перспективе им удастся добиться перелома в ходе конфликта. Опции Азербайджана Представленный выше политико-дипломатический контекст карабахского урегулирования объясняет, почему не удается добиться соглашения. Сторонам практически не о чем говорить. Помимо разных нарративов и разных парадигмов рассмотрения конфликта, нет общих мест в переговорном процессе, хотя этот процесс формально и продолжается. В этой ситуации у Азербайджана остается несколько опций. Одна из них – это смириться с результатами войны и попытаться жить дальше по-новому, без опции новой войны. Однако для Азербайджана сегодня карабахский вопрос находится в центре его политического нарратива, а в пропаганде армянзом фобии власти этой страны зашли так далеко, что не смогут даже остановиться. Кроме того, Азербайджан ощущает себя сильной стороной, а значит уступать должны другие. Другая опция – несколько снизить планку требований и согласиться на раздел нынешней территории НКР, на НКО и районы вокруг. Сегодня уже нет гарантии, что армяне согласятся на это, но это еще не так давно у Азербайджана была возможность без всяких усилий получить серьезную территорию, отказавшись от территории бывшей НКО. Именно по причине осознания себя в качестве сильной стороны Азербайджан не планирует и снижать планку. Целью Азербайджана, как было так и остается, взять и под свой контроль всей территории, контролируемой НКР. Еще одной опцией является война и военная победа, в результате которой Азербайджан добьется удобного для себя формата урегулирования без всяких уступок. Этот сценарий многократно объявлялся азербайджанским руководством еще с конца 90-х годов. Стоит отметить, что где-то в 2014 году, в 2016, армяне вообще не воспринимали всерьез, хотя и зря, поскольку Азербайджан усилился и уже не тот, что был в 90-х годах. Объемы финансирования армии, закупок вооружений и политический капитал потрачены на это. Уже говорит о том, что Азербайджан настроен более чем серьезно. И вот здесь возникает противоречие субъективных интересов нынешних азербайджанских властей и политики, заявленной ими. Они говорят о необходимости взятия Карабаха под контроль, но в то же время помнят о том, что неудачи в Карабахской войне привели к смешению Абульфаза-Эль-Чебея в 1993 году с поста президента Азербайджана. А в действительности, несмотря на многократное превышение оборонных расходов Азербайджана над армянским, принципиального перевеса достичь так и не удалось. Поэтому война создает серьезные риски для азербайджанского руководства. Задача армянского руководства в такой ситуации – сделать все для максимализации этих рисков и сдерживания азербайджанских властей от необдуманных шагов. Поскольку Азербайджан в действительности не может инициировать новую войну, он не может не согласиться на мир. Он вынужден придерживаться какой-то средней линии, которая выражается в постоянных эскалациях на линии соприкосновения и в поддержании напряженности до лучших времен, когда удастся накопить достаточный перевес для военной победы над Арменией. Такую линию поведения диктует логика максималистских требований Баку. Форма эскалации военной ситуации в конфликте – это форма его замораживания в текущем состоянии, поскольку не дает никаких возможностей Армении найти общую почву на переговорах с Азербайджаном. В результате это закрепляет статус-кво, который на словах «Азербайджан хочет ликвидировать». Однако, чем дальше этот статус-кво сохраняется, тем большую инерцию он получает, большую легитимность в глазах международного сообщества, тем выше мотивация Еревана в его сохранении и тем дальше срок потери Азербайджаном территории Карабаха, а также срок отчуждения от этой территории азербайджанских беженцев. Противоречие между умеренным реалистичным и компромиссом и максималистской, но эгоистичной позицией, где первая опция сулит чистый выигрыш, а вторая на данный момент одни убытки, также цементирует статус-кво.